У Гомельской областной нотариальной конторы гэты и апрационные дни ничым не адрозниваются о достатнях. Что год до нотариуса региона приходит каля 500 тысяч человек, и усим необходимо оказать квалификованную допомогу. У гэтым месяцы, дарыши с работы белорусских юристов, знайомилась специальная комиссия Международного союза нотариусов. Зробленный вывод, наш нотариат, отпавядаясь усветным потребованиям. 11 вересня специалисты областной конторы будут спрацевать на выборщих участках. Первое, все, в буйных городах. Усе консультации бесплатные. Нотариус, учитывая, что все-таки он юрист высокой квалификации, может и дать направление человеку, как действовать. То есть он конкретно отвечает по данной ситуации, если это касается нотариата. Если же это касается нарушения каких-то других прав, он определяет и говорит, что этим вопросом должен находиться вот такой-то. Записывает, если необходимость есть. И если эта проблема не разрешенная, то чаще всего они делают потом докладную записочку, передают местным органам, для того, чтобы они посмотрели, что дальше делать. До дня выборов сегодня рыхтуется и установы гандлю. На тех участках у сельских населенных пунктах, где нема места, продаж организуют с допомогой автолавок. У остальных будут просовать буфеты. Агульная колька, сяких, перевысить 800. Обращая продукты ухаршавания, выборщикам пропонуют промысловые товары и сувенирную продукцию. Плюс организация дегустации, проведение акций и конкурсов. При этом уголовном управлении гандлю и послух усим организациям пора или сделать помер надбавки минимальным. Мы рекомендовали всем субъектам хозяйств, которые участвуют в организации торгового обслуживания, применять пониженный уровень торговой надбавки и наценки на продукцию общественного питания. Практически это будут сегодня минимальные значения, которые, будем так говорить, в абсолюте не покрывают даже тех затрат, которые необходимы для осуществления торгово-обслуживания участков для голосования. Но это социальная нагрузка торговли в данном мероприятии. До выступлений на выборщих участках активно рыхтуются и артисты, як самодейные, так и профессийные. У Гомельской областной филармонии на импровизованные сцены им планует выйти эстрадно-симфоничный оркестр и камерный хор под керауниством заслуженного дзеяча культуры Беларуси Алены Соколовой. Это, правда, знакомитые коллективы, які только за прошлый год примали удел у таких мероприемствах, як Дни Гомельской в области у Калининграде, Хоровое вече у Минску и Пасхальный фестиваль у Рогачеве. Улишваючи колькась у дзельников, выступать я не смогусь на больш-менш великих плясовках, одна зякие знаходятся у областным громадско-культурным центры. Правда, остатние участки без культурной программы так само не застанутся. Абсолютно каждый участок будет сопровождаться культурной программой. На сегодняшний день наши коллективы самодеятельные, любительские, профессиональные, все уже готовят свои новые программы. И каждый житель, каждый избиратель, свой почтовый ящик традиционно получит небольшую такую листочку, где будет прописано, какой коллектив они смогут услышать на своем избирательном участке.